здравствуйте дорогие мои огородники садоводы плодоводы фермеры вот мы около гряды с морковкой здесь гряда достаточно широкая порядка 80 сантиметров и на ней посеяно всего три ряда морковки обратите внимание и я каждый раз подхожу к ней и начинаю загибать вот эти крайние ряды отклоняя их в сторону чтобы здесь расстояние достаточно большое 20-25 сантиметров но надо чтобы все проветривалось и было сухо а зачем я сейчас расскажу а вот зачем этот рабский труд нужен а вот для того чтобы ряды проветривались очень хорошо и земля высыхала дожди идут беспрестанно причем ливневые и если вот между рядья будет мокро и тенечек морковная муха подруга нашей моркови она будет тут как тут сами понимаете для нее нужна плотноватая почва она не полезет в рыхлую хорошо бы прорыхлить еще слегка но опять собирается дождь и это бессмысленно значит морковь это посеяно под и не под зиму весной хотел сказать под весну значит она достаточно уже образовала хорошие плодики она продернута обратите внимание что нету прямо вот один в один этих плодов морковки корнеплодов вот уже такая она видите вот это по моему флагки очень хочется посмотреть какой плод у нее вот сейчас расскажу почему так происходит значит гряда под морковку должна быть перекопана на глубину 35 сантиметров не менее как только хвостик морковки а он был вот здесь он уперся во что-то жесткое и сразу началось ее пальцевание видите сколько у нее будет морковок да вот нам это не нужно поэтому тщательно перекапываем почву и морковь не любит кислой среды никаких перегноев свежих только пяти семилетней давности питание быть должно но не в виде кислого морковь капуста все посленовые лук чеснок предпочитают нейтральную а лук и чеснок вообще слегка щелочную почву значит вы должны об этом помнить и должны всегда быть уверены в том что ваши культуры посажены именно на той почве которая нужна этому растению не надо ничего придумывать а ваши посевы ну рядочки вот так и еще большая тень заметьте ряды вот так здесь как-то ветер гуляет в таких рядочках ветер не гуляет там все вот так сомкнулась поэтому рекомендую располагать ряды все-таки вдоль грядки они поперек нее слышите меня если поперек расстояние еще больше и не надо туда редисточку междурядье сеять надо чтобы было свободно надо чтобы было сухо также садится и лук и желательно вот свекла она вон на той грядке вообще в один ряд который вообще тени не переносит даже собственными листьями значит что делать с такими морковками ну когда вы уберете урожай желательно это все отправить сразу на засолку капусты то есть такая морковка будет хорошо хранится а такая морковка это вряд ли много пальцовая на ростике белые такие как бородавки это говорит о том что морковная муха в вашей земле присутствует значит первое что вы должны вспомнить посеять морковку на следующий год там где рос лук также как мы помидоры с огурцами меняем местами чтоб не было болезней так и с мухами у нас такая же катавасия значит луковая муха не любит морковную морковная не любит луковую как пахнет эфирное масло а муха сидящая даже за очень много метров от этого места этот запах до нее дойдет и уж поверьте что ужинать она прилетит к вам на вашу морковку поэтому вырвали морковку и отнесите ботву подальше так чтобы здесь ничего такого не было вот кстати сказать укроп который растет рядом и растет на морковке это вещь недопустимая потому что обрывая допустим нам на засолку нужен укроп мы оторвали макушку то же самое эфирное масло муха и это почувствует и она тоже прилетит к вам сельдерей петрушка имеют те же ароматические вещества которые возбуждают муху и которые обязательно к вам на запах прилетит запомнили никаких обрываний и никаких бросаний вот здесь все это должно очень далеко быть от того места где морковка растет там ни укропа ни сельдерея петрушки быть не должно значит располагая грядки на огороде вы должны помнить что если у нас солнышко встает там значит она освещать должно целый день переходя очень плавно над всей грядкой над всеми рядами если расположение грядок будет такое тогда первый ряд будет освещаться последний ряд третий или второй будет освещаться более слабо морковь любит солнышко и никаких других вариантов для нее не предназначено лук любит солнце еще больше и вы должны помнить что роза ветров то есть расположение юга запада севера и востока должно быть по отношению грядкам совершенно правильное если вы теплицу поставите неправильно с одной стороны у вас будет огурцы или помидоры с другой их не будет это тоже очень важно ничего ведь сложного в этом нет что я говорю правда просто нужно посмотреть где солнце всходит и где она заходит и располагать грядки я бы вообще их расположила бы вот так вот и попробую это сделать потому что это тоже не совсем правильно вот как бы этот ряд получает первое солнце с востока а это важнее всего а вот этот ряд получает уже как бы свет с запада на заходе и это не одно и то же ну опрыскивать ее опрыскивала только раствором где у нас 9 литров воды обезжиренное молоко и 3-4 капли йода ботва у нее замечательная нету никакого оттенка на ботве не желтого не фиолетового не красного а вот если у вас морковка ботва меняет цвет на подобное до желтый красный фиолетовый это значит морковная муха там есть и все таки чтобы если вы хотите ну негде вам посадите вы снова на это место морковку собираетесь посадить и тогда внесите в почву под перекопку осенью вот запоминайте именно осенью базудин и прочие вещества правотоксы которые борются с почво обитаемыми вредителями ну тогда уж весной можете снова посадить морковку но помните что все таки если бы не было вот этого отряда это было бы идеально и поливать морковь надо только в самом начале пока у нее три настоящих листика не разовьются потом у нее такой корень длинный несколько метров а то и до десятка метров она водокачка она найдет себе воду излишняя поливка это всегда плохо для моркови лучше бы если бы вылили воду в межи здесь было бы два ряда и с межи и луку и морковки вода вы потихоньку подходила корневой системе и морковка брала бы ровно столько сколько ей надо я знаю что я вредная я уже слышу что вы говорите ну вот такая я родилась гламурная старушка но я не оставлю вас в покое и буду все время сидеть на ваших ушах и все время говорить вам как сделать правильно я призываю всегда к тому чтобы все росло экологически чистое чтобы мы не травились сами и не травили своих деток ну а на этом пока тему морковки закончим когда ее убирать обязательно смотрите на пачках сколько срок у этой морковки написано 90 дней отсчитайте время от посева плюс три недели и плюс 90 дней это получится у нас практически больше 100 110 120 вот со дня посева 120 дней отсчитали и убираем морковку не надо ее передерживать она снова начнет расти она снова выпустит лохматые корни и тогда вы получите очень толстую жесткую середину подпишитесь на ютюбе на мой канал голова садовая тетя таня и хоть сто раз в хорошем качестве можете все это переписывать все в тетрадочку чтобы у вас на даче все это было по времени и как это все делается и и вы будете довольны а уж мы-то будем счастливы всего доброго вам до свидания